Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги «Плач Еремии» в переводе Луки Маневича. Читаю ее для библейского портала «Экзегет». Содержание книги исчерпывается одной фразой. «Иерусалим разрушен, какой ужас!» Поэтому комментировать ее трудно. Но помимо того, что это плач, помимо того, что это высокая поэзия, что это такой поток горя из сердца человека, это очень важно, что не надо скрывать эмоции, не надо их давить. Человек иногда испытывает жуткое страшное горе, и он имеет на это право, это важно прожить это горе. Кроме всего этого, мы здесь еще видим какие-то, сегодня говорят, стадии горевания, отрицания, торговля, принятия. Это психология. Я не буду этого обсуждать. А вот здесь стадии горевания немножко другие. Это ужас перед тем, что происходит. Это понимание причины, почему это произошло. Господь на самом деле исполнил свой замысел и наказал столицу за ее неверность, за ее блудодеяние, за ее язычество. В общем, это уклонение язычества понимается как измена жены своему мужу. Образно, конечно. И следующая стадия – это начало молитвы к Господу. Вот в конце предыдущей второй главы уже слышен голос Иерусалима, голос народа, который говорит о том, взгляни, Господи, что происходит. Смотри, что ты делаешь. Пока только это, говорит он. И в третьей главе продолжается голос уничтоженного Иерусалима, голос народа. Я познал, я изведал горе. С жезлом гнева своего он гнал меня и привел во тьму без просвета. На меня вновь и вновь каждый день он заносит руку. Плоти кожу мою истерзал, перебил кости. Взял в осаду меня, окружил горькой мукой. Не зринул меня во тьму навеки. Я как мертвец в могиле. Окружил он меня стеной, мне не выйти. Сковал меня тяжкой цепью. Кричу я, плачу, но мою молитву не хочет он слышать. На пути моем возвел он стену и скривил мои дороги. Грозен он, как медведь в засаде, как лев, стерегущий добычу. Блуждать он меня заставил, сбил с дороги, одного меня бросил. Очень похоже на речи Иова. И смотрите, какие неблагочестивые речи-то. Что за молитва такая? Он меня мучает. Он плохо мне делает, больно. И это никак не закончится. А чего ждать от человека в стадии острого горя? Чего ждать от народа, который видит, как лежат умирающие младенцы, или матери едят этих младенцев? Это в предыдущей главе было названо прямым языком. Чего от него ждать, кроме вот этого огромного выплеска горя? Лук натянул, и меня поставил целью для стрел. Пронзил мои чревы стрелами своего колчена. Посмешищем я стал для моего народа. И всякий день обо мне злословят. Накормил он меня полынью, напоил горечью. А это уже голос пророка. Посмешищем для своего народа. Ведь так и было. А Иеремию, мы читаем в его книге, избивали, казнить даже пытались. Хотели, не довели до конца. Вот за то, что он это все пророчествовал. То есть его судьба и судьба его города, его народа, она одинакова. И если Господь причина всего, что же он так жесток? И мы скажем, это неблагочестиво, но это честно. И может быть, вместо каких-то умильных, таких гладких фраз о Боге, о всемогуществе, всеблагости, может быть, лучше честно. Вот когда нестерпимо болит, человек кричит. И вот у него нестерпимо болит, и он кричит, но он кричит Богу. Он говорит, Господи, ты видишь, что ты со мной делаешь. Ты видишь, что ты с нами всеми делаешь. Как можно так? Из этого что-то родится потом. Но, наверное, без этой предельной честности, без этой предельной открытости, без того, чтобы крикнуть это Богу в ужасе, в боли, в негодовании даже на него, так нельзя. Вот без этого дальнейший диалог невозможен. Друзья Иовы говорили об Иове, вот так сложив ручки, образно говоря, и говорили всякие хорошие абстрактные вещи. А Иов кричал от боли, вот здесь кричит Иеремия. То есть это не особенность Иова, это особенность острого горя. Заставил меня грызть щебень, рот мой наполнил прахом. Жизнь мою ты лишил счастья, забыл я радости. Сказал я, лишился я силы моей, упования моего на Господа. Как я могу надеяться на него после того, что он со мной сделал? Все рухнуло. И, может быть, самое страшное, что рухнула моя надежда на Бога. Вот эта третья глава плача, она бунтарская, это глава кризиса. И это глава о том, что когда все очень плохо, вера в Бога начинает трещать у человека, вера в Бога начинает рушиться, если он чистен, если он не замыливает это все гладкими словами. Вспомни о беде моей, моих скитаний, худел мой полынь и горечь. Вспоминает душа моя, вспоминает и говорит со мною. Но вот что сердцу моему отвечу, вот моя надежда. А вот начинается уже внутренний диалог, он сам с собой спорит. Милость Господня не иссякла, милосердие его не истощилось. Каждое утро они вновь восходят, велика твоя правда. Восход же бывает каждое утро. Мы дышим, едим, пьем, встречаем людей других. В жизни есть радость. И иногда такое горе, что его не видишь, вот этого радостного дня. Но он есть этот день. Он каждый день, каждое утро начинается. Это тоже милость Господня. Давай, говорит Иеремия себе, научимся ее замечать. Давай не позволим горю забыть обо всем, что есть в мире. Сердце мое сказало, Господь мою делу, потому на него надеюсь. Он только что сказал, я лишился надежды. И сердце сказал, нет, все-таки больше-то не на кого. Благо Господь к тому, кто на него уповает, кто к нему стремится. Благо тому, кто в молчании надеется, что Господь спасет. Благо тому, кто несет свое бремя с юности. Все-таки есть и какой-то добрый путь. Очень трудно сейчас на него ступить, но он в принципе-то есть. Одиноко сидит он в молчании, ибо бремя его от Господа. Да, вот это бремя и тяжесть всегда от Господа, что Иеремия совершенно точно говорит в любой ситуации, что все от Господа. Это не случайная игра чьих-то там прихотей, шансов. Там кубик бросили, выпала шестерка или единичка, да, выиграл, проиграл. Это не судьба необоримая, которая происходит с человеком просто потому, что вот так ему назначено. Это его диалог с Богом, вот вся его жизнь. Иногда очень-очень трагичный. Одиноко сидит он в молчании, ибо бремя его от Господа. Простирается низ на земле. Может быть, есть еще надежда? Бьющему подставляет щеку, сполна позор изведал. Да, вот потом это в Нагорной проповеди прозвучит. Бьющему подставляет щеку. Здесь, в общем, это скорее о том, что не сопротивляется, он даже себя не защищает. Нет, не навеки Господь отверг. Горе послав, он помилует по милости своей великой. Скрипя сердце, он карает, причиняет боль человеку. Не может быть, чтобы Господь хотел этого. Наверное, есть причины. А то, что пленников на земле попирают ногами, что неправильно судят на глазах у Всевышнего, что на суде обманывают человека, неужели Господь этого не знает? Иов спрашивал то же самое. Что ж, в мире столько зла, и Господь мимо проходит? Кому достаточно сказать и свершиться? Разве не Господь повелевает всем? Разве не по слову Всевышнего и благо, и горе? Так что же роптает живым за кару на грехах? Смотрите, раз Господь первопричина всего, значит, первопричина страдания, зла, что же роптает живым за кару на грехах? За грехах. То есть это наказание, это способ исправить человека. Станем искать дорогу, возвратимся к Господу. Есть выход. Вознесем мы руки и сердце к Богу на небе. Мы грешили, мы непокорны были, Ты не простил нас. Вот момент, где начинается покаяние, где страшное огненное горе приводит к ропоту на Бога, приводит к напряженному диалогу с самим собой, приводит к выводу, но только ведь с Богом можно связать надежду, и приводит к покаянию. Мы грешили. Причем к покаянию солидарным. Это не коллективный грех. Все грешили, все размазано на всех равным слоем. А это причастность к народу, который грешил и был отвергнут. Охвачен ты гневом и гонишь, губишь нас без пощады. За облаками ты скрылся, молитвы не слышишь. Среди народов ты нас смешал с грязью презренной. Это граница между грязью под ногами и небом над облаками. Это, конечно, образность дистанции между Богом и человеком. Поясти раскрыли, чтобы нас растрезать, недруги наши. Ужас и яма на жребии, беда и гибель. Льются слезы из глаз рекой, дочь народа моего гибнет. Текут, не стихают слезы, не перестают глаза плакать, пока Господь с небес не взглянет, пока не увидит. Ну и дальше вот этот плач, такой медитативный. Вот он высказал самое главное и выплакивает вот это чувство. «Страдает душа моя, глядя на дочерей моего города, как за птицей безвинной охотится враг за мною. В яму меня живьем столкнули камнем, накрыли, сомкнулись над головой моей воды и воскликнул «погиб я». И все-таки, да, вот это горевание уже переплавляется в молитву, уже молитвы больше, чем просто горе. «Призываю я имя Твое, Господь, из ямы глубокой. Выслушай меня, не будь глух к молитве моей стону. О, если б на зов мой ты откликнулся, если б ответил, не бойся. Рассуди мою тяжбу, Господь, жизнь мою выкупи. Ты видишь, Господь, мои обиды, будь мне судьею. Ты видишь, как враги мои злобны, что задумались делать со мною. Ты слышишь, Господь, как глумятся они, что задумались делать со мною. «Поносят меня, враги издеваются надо мной каждый день. Смотри, сидят ли они, стоят ли, все надо мной потешаются». Вот это уже молитва, похожая на псалмы. Господь, как защитник от напасти, только что он говорил Господь, как источник этих напастей. А здесь, ну и кто от них защитит, как не он. «Воздай же ему, Господь, по делам их. Пошли им безумие в сердце, пошли свое проклятие. Преследуй их, истреби во гневе, да не будет их под небом твоим, Господи». Очень похоже на псалмы, в том числе это пламенная молитва о гибели врагов. Нам кажется, это не очень хорошо с христианской точки зрения. Но это Ветхий Завет, в нем еще это есть. Ну и плач не кончен, 4-5 глава, конечно же, будут продолжением плача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok